Сегодня моя цель – помочь вам укрепить уверенность в том, что вы можете обязательно подниметесь до благословений Клятвы и Завета Священства. Необходимость постоянно укрепляться в этой уверенности может быть вызванным масштабом возможных последствий этой Клятвы и Завета. Господь разъяснил, какими будут эти последствия. Если мы дорастем до возможности Клятвы и Завета, это принесет нам величайшие из всех даров Бога – вечную жизнь. В этом и состоит цель Священства Мелхиседекова. Через соблюдение заветов, заключаемых при получении священства, и их возобновления в храмовых церемониях, мы получаем обещание, подтвержденное Клятвой нашего Небесного Отца, Элохима, что мы получим полноту Его славы и будем жить так, как живет Он. Мы получим благословение вечного запечатывания семьи с обещанием вечного продолжения. Как и можно было ожидать, неспособность обрести право на такое благословение приведет к трагическим последствиям. А потом Господь тоже высказался ясно. Эти слова руководители часто читают молодым мужчинам, когда те приближаются к возрасту, в котором могут получить священство Мелхиседекова. Вероятно, вы вспомните, что вы чувствовали, когда впервые услышали их. Эти слова Спасителя и Иисуса Христа, данные нам через пророка Джозефа Смита. «А также все те, кто принимают это священство, принимают Меня, – речет Господь. Ибо тот, кто принимает слуг Моих, принимает Меня. И тот, кто принимает Меня, принимает Отца Моего. И тот, кто принимает Отца Моего, принимает Царство Отца Моего. Поэтому все, что имеет Отец Мой, будет дано Ему». И это согласно клятве и завету, принадлежащей к священству. Поэтому все те, кто принимает священство, принимают эту клятву и завет Отца Моего, которую Он не может нарушить, так же, как и они не могут быть поколеблены. Но тот, кто нарушает завет этот после того, как Он принял его, и совершенно отворачивается от него, тому не будет прощения грехов ни в этом мире, ни в мире грядущем. «И горе всем тем, кто не вступает в это священство, которое вы приняли, и которое Я ныне возлагаю на вас, присутствующих в этот день, Моим голосом с небес. И Я Сам дал сонмам небесным и ангелам Моим попечение о вас. И ныне Я даю вам повеление, чтобы вы берегли себя и усердно внимали словам жизни вечной». Возможно, вам, как и мне, когда я впервые услышал эти слова в юности, призыв принять священство Милхоседакова кажется пугающим. Есть, по крайней мере, две причины, по которым вы должны испытывать уверенность, а не уныние, услышав о наказаниях для тех, кто не смог соблюдать клятву и завет или решил не принимать его. Принимаете ли вы клятву и завет, а потом считаете это слишком тяжелым, или же не хотите и попытаться, наказание остается одним и тем же. Поэтому, вне всяких сомнений, нам с вами лучше всего получить святое священство и стараться всем сердцем соблюдать его заветы. Если мы решим, что не будем даже стараться, то, конечно же, потеряем возможность вечной жизни. Если же мы будем стараться и с Божьей помощью преуспеем, то обретем вечную жизнь. Есть и другая причина уже сейчас решить, что вы всем сердцем постараетесь соответствовать этой клятве и завету, и основания не терять уверенности в успехе. Бог обещает вам помощь и силу, которая, если вы проявите веру, принесет вам успех. Позвольте мне описать некоторые благословения, которые вы получите, если с верой пойдете вперед. Во-первых, сам факт, что вам были предложены это клятва и завет, свидетельствует о том, что Бог избрал вас, зная ваши силы и способности. Он знает вас с тех пор, как вы жили с Ним в мире духов. Заранее зная о вашей силе, Он позволил вам найти истинную Церковь Иисуса Христа и предложил вам священство. Вы можете чувствовать уверенность, потому что у вас есть доказательства Его уверенности в вас. Во-вторых, если вы будете стараться соблюдать свои заветы, Спаситель обещал вам свою личную помощь. Он сказал, что когда вы пойдете вперед, «Почитая священство, там и я также буду, ибо я предиду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую руку. И Дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас. Время от времени вы, как и я, можете нуждаться в заверении, что вам будут даны силы, соответствующие своим обязанностям в этом святом священстве». Господь предвидел, что вам понадобятся эти заверения. Он сказал, «Ибо все те, кто с верой приобретают эти два священства, о которых я сказал, и возвеличивают свое призвание, освящаются духом в обновлении их тел». Я видел, как это обещание исполнялось и в моей жизни, и в жизни других людей. Один мой друг служил президентом миссии. Он сказал мне, что в конце каждого дня своего служения он едва мог подняться к себе в комнату, сомневаясь в том, будут ли у него силы встретить новый день. А потом наутро он обнаруживал, что к нему вернулись и силы, и смелость. Вы видели это в жизни пророков преклонного возраста, которые, казалось, обретают новые силы каждый раз, когда встают, чтобы свидетельствовать о Господе Иисусе Христе и восстановленном Евангелии. Это обещание дано тем, кто с верой идет вперед, служа в священстве. Вам также обещано, что вам будет дана сила приносить свидетельства, и что вместе с этим вы будете ощущены и подготовлены к обещанной вам вечной жизни. Ибо я прощу вам грехи ваши с этим повелением. Прибудьте с непоколебимым в торжественности и в духе молитвы, свидетельствуя всему миру о всем том, что сообщается вам. Поэтому идите по всему миру, и если куда-либо вы не сможете пойти, то пошлите туда свое свидетельство, чтобы оно разошлось от вас по всему свету и ко всякой твари. И вместе с этим обещанием Господь оказал вам честь, сказав о вас. Вы – те, кого дал мне мой отец. Вы – мои друзья. Есть еще одно удивительное благословение, которое воодушевит вас, если вы будете соблюдать заветы священства. Служение в священстве подготовит вас к жизни в вечной семье. Оно изменит ваши отношения к тому, что значит быть мужем, отцом, сыном или братом. Эта перемена в вашем сердце будет происходить по мере того, как вы будете чувствовать рост своей веры, в то, что обещание вечной жизни через священство Малхиседекова реально. Так случилось с Парли Праттом, когда пророк Джозеф Смит впервые преподал ему учения о вечных семьях. Он сказал, «Именно тогда я получил от него первое представление о вечном устройстве семьи и вечном союзе разных полов, объединяющихся в те неописуемо прекрасные отношения, оценить которые могут только высокоинтеллектуальные и чистые сердцем люди, и которые лежат в самой основе всего того, что достойно называться счастьем. Именно от него я узнал, что моя дорогая жена может быть соединена со мной на время и на всю вечность, и что источником тех высоких симпатий и чувств, которые сблизили нас, была божественная вечная любовь». И от него же я узнал, что мы можем беречь и развивать эти привязанности, и расти и возрастать в них до самой вечности, а результатом нашего бесконечного союза будет потомство столь же многочисленное, как звезды небесные и песок морской. «Я любил прежде, но не знал, почему. Теперь же я полюбил чистой любовью все силы возвышенного, восторженного чувства. Я чувствовал, что Бог действительно мой небесный Отец, что Иисус мой брат, и что жена моей души, мой бессмертный веточный спутник, добрый ангел-служитель, данный мне как утешение и как венец славы навечно». Я стал непосредственным свидетелем того, что служение священства, совершаемое с верой, оказывает именно такое действие, изменяя наши сердца и наши чувства. Молодой человек, слышащий сегодня мои слова, может быть уверен, что, почитая свое священство, он обретет защиту от искушений полагого греха, столь распространенного в мире, в котором мы живем. Носитель священства Аронова, слушающий меня сегодня, сможет, по мере роста его веры в несомненную награду вечной жизни, даруемую вечным священством, обрести силу, видя в дочерях Бога их истинную ценность, а в обещании потомства причину быть и оставаться чистым. Точно так же вера в эту клятву и завет поможет нам воспитать в себе чувство милосердия, необходимое для вечной семьи. Одно из обещаний, которые мы даем, принимая священство, это заботиться о людях. Я видел чудо этого роста и милосердия в сердце носителей священства. Вы тоже его видели. Видели его и многие люди, не принадлежащие к церкви. Я был в кабинете президента Гордона Бахинкли, когда его попросили ответить на телефонный звонок. Он быстро поговорил по телефону, а затем вернулся к нашей беседе. Но он уделил минутку и объяснил, в чем дело. Он сказал, что ему звонил президент Соединенных Штатов Америки, пролетавший над Ютой, на борту номер один по пути в Вашингтон. Президент звонил, чтобы поблагодарить президента Гинкли за то, что сделали носителя священства, устраняя последствия урагана. Президент США назвал чудом то, что мы смогли так быстро собрать столько людей, и что они так прекрасно трудились вместе. Он похвалил наших людей, сказав, что мы умеем взяться за дело. Возможно, на президента США произвело впечатление то, что ему показалось нашими выдающимися организаторскими способностями. Это было и частью того чуда. Но гораздо важнее было то, что сотни, а может быть и тысячи носителей священства так сильно верят в клятву и завет священства. Дело было не в том, насколько хорошо они были организованы. Эта вера в клятву и завет священства побудила их совершить долгий путь, трудиться долгие часы и переносить трудности в качестве представителей Господа Иисуса Христа, проявляющих заботу о тех, кто так нуждается в помощи. Они были заняты тем служением священства и развитием силы и духа милосердия, которое необходимо для того, чтобы стать прекрасными мужьями, отцами, сыновьями и братьями в земных семьях и в семьях вечных. Эти примеры служения священства снова и снова происходят в нашей работе на благо людей, братьев и сестер в семье Бога, живущих по всей земле. Я молюсь о том, чтобы вы решили сегодня вечером, а затем и каждый день, с верой идти вперед, соблюдая свои заветы с Богом, и таким образом обрели право на обещание, которое Он дал вам с клятвой. Вы можете поступать так, делая простые дела. Когда вы встречаетесь с братьями в своем кворуме, вы можете решить, что будете видеть в них братьев в семье Бога. В вашем кворуме или в группе священства будут люди, оказавшиеся в нужде. Возможно, они не покажут вам этого, но Бог знает об этом и предлагает вам быть Его слугой и помочь им. Вы можете поступать, как тот носитель священства, который всякий раз, как я виделся с ним во время служения священства, спрашивал, «Как дела у бабушки?» Насколько я знаю, он не был знаком с моей тещей, но он откуда-то узнал о ее болезни и очень преклонном возрасте. Я не могу передать вам, как много значит для меня и значила эта возможность увидеть, как рука Божья простирается ко мне и моей жене, предлагая утешение и мир. Вы можете делать то же самое всякий раз, как приходите на собрание с носителями священства, если всегда будете думать о своем завете, помогать и поддерживать тех, у кого опускаются руки и кто несет тяжелое время. Так у вас разовьются те самые качества, которые сделают из вас настоящего мужа, отца и брата в вечной семье. Вы можете делать и еще кое-что. Вы можете изучать Слово Божье, и не только для себя, но и для того, чтобы стать посланцем Господа Иисуса Христа ко всему миру. Увеличивая свою способность учить Евангелию, вы набираетесь опыта, чтобы помогать Небесному Отцу в собирании Его детей. И тогда вы получите и другое благословение. Если в этом мире или в мире грядущем, в жизни вашей семьи, вдруг возникнет потребность вернуть заблудшую овцу, у вас уже будет больше сил, чем вам сейчас кажется. Господь описывает это замечательное благословение в Алма 13,6. И таким образом они были призваны на это святое служение и посвящены в первосвященство святого чина Божия, учить детей человеческих заповедям Его, чтобы они также могли войти в покой Его. Ваша уверенность в служении может подкрепить такое обещание успеха. Ныне же, освященные Духом Святым в своих белых одеждах, чистые и не вороченные перед Богом, они могли смотреть на грех только с отвращением. И было там много, чрезвычайно много таких, которые были очищены и вошли в покой Господа Бога их. И ныне, братья мои, как хотел бы я, чтобы и вы смирились перед Богом и принесли плод достойный покаяния, чтобы и вы также могли войти в тот покой. Я свидетельствую, что Бог, Отец, жив. Вы вступили с Ним в завет. Он дает вам клятву, обещание жизни вечной, которое Он не может нарушить. Я свидетельствую вам, что священство – это сила, которой Бог через Своего Сына Иисуса Христа сотворил миры. Я свидетельствую, что Бог хочет, чтобы вы добились успеха и вернулись домой, чтобы вечно жить вместе с Ним и со Своей семьей. Я свидетельствую вам, что это истинная Церковь Иисуса Христа. В ней есть ключи священства. Этим священством Бог почтил вас. Я обещаю вам, что Он знает ваши способности и что их достаточно для того, чтобы вы верили и надеялись на вечную жизнь для вас и для вашей семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.